Привет всем! Мы с вами, угадайте, где? В аэропорту, но в Малаге. Малага, baby. Ангелусия, Испания. Покажем вам, что здесь происходит, куда идти, что кушать, что видеть. Всё, до скорого. И лично мне сложно сказать, что пива нет. И мы, наверное, не скажем пиву нет. Нет. Мы нет, если скажем пиву. Однозначно да. Мы пьем пиво. Давайте. Ну что, наше первое пиво в Малаге. Первое пиво вообще в Испании в этот раз. Наконец-то. Не ели ничего. С самого утра. Бегали-бегали-бегали-бегали. Сыпра снимает. Спасибо большое. Всё, бегали-бегали и прибежали наконец-то. Вот оно пиваська. За Малагу, товарищи. За Малагу. Здравствуйте. Лёгкая IPA. Неплохая. Из этого района Малага. И IPA Dirty Hairy 3 Monos Интересно. Такая вкусная мятя. очень интересная, более легкая но присутствует все равно маленькая чуть-чуть вкус IPA хорошая, такое, крафт-бирча мне мне нравится больше, потому что немножко сильнее, 6 и 7 благо это 4 и 5 покажи вот пив, который мы заказали вот первая если вы будете в этом районе, пожалуйста dirty hairy block monos и 6, back to basic attic оба пива интересные и неплохие наверное, 6 более для девочек но первая более мужская ну, уж сильнее но нету никаких предрассудков на первую очередь на первую очередь мы можем увидеть какие-то новые что он может быть Наконец-то мы нашли место, чтобы перекусить. Как совет людям, которые не говорят на испанском, как я, например, не отчаивайтесь. Если вы не говорите на испанском, познакомьтесь с людьми, которые могут вам дать совет. Местные жители, они вам помогут выбрать место и что заказать. Ну что, друзья, давайте выпьем за Малагу и за наших друзей, которые помогли нам сделать заказ и выбрать все самое лучшее в этом заведении. Наш официант ни слова не говорил на английском. Девчонки помогли нам заказать эту прекрасную рыбу anchovies. И вообще, я на испанском знаю всего несколько слов. Одно пиво, два пива, три пива. Это все, что я знаю. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Спасибо. Ну, это работает. Смотрите, я даже заказал сам себе пиво. Все, с использованием своего прекрасного знания испанского языка. Да, нет, конечно. Ну, все не меня. Ребятки, рыбы anchovies. Они стоят всего евро пятьдесят. Прекрасные, свежие, нежнейшие, тающие во рту anchovies. Рекомендую, настоятельно рекомендую вам попробовать. Они просто бесподобные. Обещаю, что не пожалеете. А вот это крулящее блюдо уже повторно на нашем столе. Креветочки. Остренькие. Первые были остренькие. Эти уже не такие острые. Но тем не менее, безумно вкусные. Может быть, где-то в пятерочке, в десяти. Эти, наверное, и в теничках. Но вкус такой же превосходный, как и у прошлых. Они жарят похожее оливковое масло вместе с чесночком, с орегано. Макаешь хлебушек просто в масло, и он просто бесподобный. Даже можно не есть креветки. Просто это масло, в котором обжарены были креветки. Это просто сказка. Однозначно лучшее блюдо, что есть в этом ресторане. Нашу любимую. А теперь самое интересное. 20 евро. Ребятки, 20 евро. 21 евро. 20 что-то, 22 или 23 доллара. За все, что мы заказали. За две порции креветок. За... Которые были просто превосходные. Наилучшие. Просто бесподобные. Заказали два пива. Мы также заказали две порции рыбки. Которые... Энджелис, которые тоже были бесподобные. Хлеб. Это всего лишь 21 евро. Для пелегрина центро. Это однозначно место, которое вы обязаны посетить. Бесподобная еда, бесподобные морские продукты и классная атмосфера. И помните, если вы не говорите по-испански, познакомьтесь с местными жителями, потому что именно они помогут вам насладиться городом, как местные жители. Они откроют вам занавес, который иначе вы никогда не сможете узнать. Не стесняйтесь. А мы идем пить вино, потому что мы хотим снова выпить. Интересный факт, что девочки нам посоветовали, как следующее место, сходить в ресторан El Pimpe. Ресторан, который также нам рекомендовала наша знакомая, которая живет в Малге, а-ля. Огромное спасибо. Запомните, друзья, если вам два разных человека посоветовали один и тот же ресторан, вы просто обязаны его посетить. Так же самое, как вы обязаны попробовать, когда будете в El Pimpe, это шикарнейшее блюдо. Коза по-малагайски. Чиво малагваньо. Бесподобное блюдо. А также и этот салат, который вы никогда не узнаете, как называется. Ensaladilla Russo. Салат по-русский салат. С элементами испанской кухни, как креветки и их-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни свининка. Ну и, конечно, не забудьте попробовать их-ни-ни местное вино, которое бесподобно дополнит ваш ужин. Не надо покупать никакие десерты, просто выпейте местное шери. Давайте, ребята, за Испанию! За Малагу! А вот и оно. Мускателл Иберия. Настоятельно рекомендую попробовать, когда будете здесь. Малагу! Малагу! Субтитры сделал DimaTorzok 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 А вот бекончик нежный Смотрите, как красиво Пожаренный бекончик Немножко сыр, майонез Прекрасный свежий хлеб Субтитры сделал DimaTorzok 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 Есть чуть-чуть вкус дрожжей Немножко кисловатый вкус Сладенький В то же время немножко соленый Очень вкусные дрожжи С warnings Очень вкусное тесто Очень вкусное Поэтому лучше чередовать Раз и раз Но лично мне так больше нравится За вашу очередь Пожалуйста Приходите в КП «Централ» в Малак И пробуйте сами Вы не пожалеете Это прекрасное место Традиционное Хорошее место Малакии КП «Централ» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще 300 макак Когда они были на грани истребления Во время Второй мировой войны Ну а мы Поглядев как аппетитно Кушают эти макаки Свои апельсины Прогладались И отправляемся на поиски местной еды Приезжайте на Кибралтар в воскресенье Конечно можно Но лучше приезжать в будние дни Потому что Очень много ресторанов Я работаю В каждый день Ресторан, который мы хотели зайти Называется Tina Takeaway Очень интересное место Хорошее, вкусное Тина делает Очень хорошую рыбу Fish and chips Рыба По-британски С картошкой Но К сожалению Tina Takeaway сегодня закрыт Поэтому мы решили пойти В другое место Которое Называется Юрий Юрий Кафе Юрия Как мы выбрали это место? Во-первых У меня Папа зовут Юрий У меня столько друзей Которых зовут Юрий И они Однозначно разбираются в еде И я бы им доверился Плюс Хорошие отзывы Классные картинки Я думаю Что мы не пожалеем Пойдем посмотрим Наконец-то Вот она стоит И смотрит на тебя Смотрит И зовет тебя Холодненькая С идеальной пенкой С идеальной Я ждал весь день Весь день Чтобы попить пиво Сейчас уже Почти 6 часов вечера Са утра Представляете? Почему Гиннес? Я хотел взять английское пиво Но не было К сожалению К сожалению Был только Гиннес Не было Никстаута Кончилось Очень интересное пиво Гиннес Не похоже Ни на одно Пиво В мире По моему Мире Может вы знаете Какое-то пиво Любое пиво Которое похоже Я считаю Что нет Сколько честно Это и не совсем Мой тип пива Не хватает Немножко мне газа Я люблю пиво газированное Тем не менее Когда ждешь Глоток пива Весь день Ты выпьешь даже Негазированное пиво Нет, хотя ладно Не буду Не буду пить Пиво-пиво Без газов Не буду пиво пить Без алкоголя Но Гиннес Шикарный Шикарный Особенно первый глоток Первый глоток Он уже не первый К сожалению Первый глоток Сюда самый вкусный Вот эта Перфектная Пенка Которая Гиннес делает Она обалденная Третий глоток Каждый глоток Гиннес Для меня Уже ухудшает Ухудшает Скажем Лотком Качество пива Ну лично у меня Я надеюсь Что у вас не так Тем не менее Гиннес Интересное пиво Прекрасное И сегодня Я ему безумно благодарен За Гиннес Пиво, мои друзья Это Напиток богов И Эликсир Жизни И Однозначно В моей жизни Это напиток Богов Спасибо вам Спасибо вам За этот Да Сколько раз в жизни вы проезжали По полю Взлетному Пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok